сейчас узнаем сколько будет стоить строить духовой шкаф звоним по объявлению на авито алло здравствуйте виктор на скажите пожалуйста сколько у вас будет стоить вы заняты да но мы подождать можем а скажите пожалуйста вы можете поменять там сетевой шнур потому что он короткий не хватает до розетки тоже сколько будет стоить если поменять нет там беспом там надо просто открутить и поменять другой кабель воткнуть ясно 1200 да да ладно спасибо алло здравствуй нужно установить духовой шкаф в гарнитур кухонь сколько сколько будет стоить тысячу а кабель поменять удлинить надо с кабелем тысячу ладно спасибо 1600 да я спасибо итак чтобы установить духовку кухонный гарнитур установщики совета просят от 1200 до 1600 я установлю этот духовой шкаф самостоятельно духовку заказали в bosch сейчас я буду встраивать но предварительно нужно заменить кабель потому что его длину не хватает в инструкции указано что подключение встроенной техники должен проводить специалист у меня электротехническое образование я это сделаю самостоятельно вот я уже поменял кабель но я вам покажу сейчас все раскручу покажу как подключается крепится все на болтах под торекс раз два три четыре пять шесть штук пломб на них нет так что можно все это не потеряя гарантию заменить кабель был вот такой его по длине не хватает сечение у него полтора квадрата трехжильный кабель я поменял вот на такой 3 сечения 4 квадрата в магазине мне его обжали открутили винты снимаем заднюю крышку вот она снимается все тут легко и просто вот разъем куда подключается сетевой кабель желто-зеленый кабель это у нас земля фаза коричневый провод 0 синий провод вот это все откручиваем убираем старый кабель пикаем новый вот здесь еще вот держатель для кабеля тоже это все выкручиваем потом назад чувствуем я думаю понятно теперь установим назад заднюю крышку на свое место здесь такие направляшки они сюда защелкиваются все очень просто ребята дело это самостоятельно мы экономим от 1200 до 1600 рублей ничего сложного нет если у вас есть отвертка и руки растут из головы они из другого места руки из головы головорухий человек может все если у него есть хорошая задняя крышка установлена теперь будем производить непосредственно монтаж духового шкафа в кухонный гарнитур вот место в кухонном гарнитуре сейчас я все подготовлю освобожу вот эти упоры на которые устанавливается духовой шкаф нужно выставить по уровню и по размерам вот по этим размерам чтобы все четко у нас входило от производителя идет такая инструкция по монтажу с размерами все тут просто как конструктор порядок установки все размеры сейчас все сделано по инструкции вот такая уплотнительная резинка она ставится наверх после того как смонтировали потом сверху ставится устанавливается полка полку при сборке я сюда установил но я ее уберу когда буду ставить потом не поставлю назад крепежи я отрегулировал расстояние от низа до полки 59 сантиметров здесь также это все выставлено по уровню сделал вот такой кондуктор чтобы пропустить провод до розетки розетка вот здесь находится вот так вытянем с помощью бечевки там я просверлил отверстие здесь у нас будет проходить веревка уходит сейчас будем устанавливать нужно снять вот эту полку чтобы она не мешала потом поставим светолок установим уплотнительную резинку духовка установлена на направляющие кабель выведен сюда к розетке с помощью бечевки вот такой сейчас еще нужно вот этими двумя саморезами прикрутить укрепить его боковым стенкам пенала прежде чем закручивать саморезы нужно засверлиться вот троечка сверлом главное чтобы здесь снимай главное чтобы у нас дверца открывалась не шоркова об стену так вот будет все думаю отлично где ничего не упирается в зазор есть вентиляция есть тут вот все производитель сказал что должно быть не меньше пяти что ли двух сантиметров минимум два сантиметра ну как раз там так и есть вот он размер вот этот так что все нормально вентиляция будет горячий воздух будет уходить вверх сейчас закрутим вот тут тоже под торекс нужен торекс вот здесь не хочу исчезать как-то влить теперь вот вот Продолжение следует... Так... Все плотно держится... Я так думаю, наверное, такая щель тут и должна быть... Так... Ладно, теперь навесим дверцы, поставим полку, посмотрим... Вот так, все нормально вроде бы, все плотненько стоит... Тут никаких колебаний нет... Все нормально... Ну, вот так это будет выглядеть... Ну, все установлено... С третьей попытки... То выше я поставил ее, то ниже... Дверцы не подходили... Сейчас вот все четко... Здесь вот уплотнитель поставил... Резиновый... Правда, то что он был клейкий... Ни хрена он не клейкий... Ну, вот так вот я его поставил... Потом, может, приклею... Держится, короче... Вот этот уплотнитель... Все закрывается... Все подходит... Дверцы все открываются... Все класс... Тут ничего не задевает... У стены зазор есть... Питание я подключил... Здесь у нас запитана... Варочная панель... И духовой шкаф непосредственно... Сейчас вот поставлю вот такую пластиковую заглушку сюда... И включу сеть... Автомат у нас идет отдельно... На печь... Вот такой автомат... Врубаем... Все заработало... Ну все... Теперь нужно приступить к настройкам... И можно пользоваться... Внутри конвектор стоит... Все как надо... Осталось гардину повесить на кухне... Красота... А на сэкономленные на установщике деньги... Я завтра куплю свинины... И буду в тестовом режиме... Готовить свиные стейки в духовке... Следите за новостями на канале... Пока-пока, друзья... Пока-пока, друзья... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...